Так, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. Ну, я сейчас отвечу на вопрос именно Ольги Титлиановой. Она вот писала мне в прошлом видео в интернет-семья в эфире. Я там как раз ей пообещала, что отвечу на ее вопрос по ревматоидному артриту и болях в суставах. Поскольку на этот вопрос у меня есть ответ, причем от медработника, у которой есть кое-какой полезный опыт. Ну, а прежде чем начать подробно отвечать, я хотела бы попросить, чтобы вы проверяли свои подписочки, потому что они исчезают. И пишите, пишите обязательно комментарии, сердечки, мне все это приятно от вас получать, это все вдохновляет меня на то, чтобы я вам делала новые видео. Ну, и не только вам, а моей семье, моей интернет-семье, всем, кто только что подписался, кто только что пришел. Ставьте лайки, потому что неактивных подписчиков Ютуб снимает. Вот кто не пишет, кто лайки не ставит, кто не участвует, как бы вот в этих беседах. Это важно. Вот на этом устроен Ютуб. Многие путают его с телевидением. В телевидении вы не можете поддержать. В телевидении вы не можете написать комментарий. В телевидении вы не можете поспорить с кем-то или еще что-то, высказать свою благословенную какую-то реплику по отношению ко всем. В мир послать радость. Вы не можете. Здесь вы это можете сделать. Поэтому обязательно ставьте. Это важно. Это наш общий канал. Потому он и существует. Вот вашей активности. Ваша активность решает быть каналу или не быть. Вот поэтому обязательно заходите со своего аккаунта и обязательно участвуйте, чтобы было видно движение на нашем, на нашем, именно на нашем канале. Как я называю это журнал. Это своеобразный журнал. Здесь мы беседуем, здесь отвечаем, здесь делимся и ободряем друг дружку. А по ревматоинному артриту у меня уже есть видео. Но я буду все равно делиться, поскольку я переписывалась с разными людьми и получала информацию от разных людей. И сейчас я с удовольствием вам расскажу одну информацию, которую даже можно найти от одной женщины, Людмилы Карповой. Она из Владимира. От медсестры. И всем, кто столкнулся вот с таким недугом, я желаю неотступно действовать в профилактике осложнений и обострений ревматоидного артрита. Природа подарила нам большое количество средств, которые способны поддержать организм при ревматоидном артрите, защитить от негативного действия. И как же лечиться? Ну, во-первых, конечно, без промедлений к доктору. К доктору делитесь, расскажите о своих проблемах и вам расскажет доктор, что и как делать. Если у вас есть подозрения на ревматоидный артрит, если вы чувствуете, что гриппом не болеете, а вас лихорадит, бывает боль в суставах, сердечко пошаливает, давление поднимается, надо обязательно обратиться к специалисту. Но есть прекрасные средства. Я сразу скажу, какие травы при ревматоидном артрите, с чем со мной поделились и я с вами поделюсь. А после этого расскажу, что происходит, как выкручивает руки, как вот эти вот наросты, как кости просто, ну вот как будто бы, знаете, ведь у людей была нормальная кость, нормальные руки. И вдруг у вас меняется кисть, это и у мужчин, и у женщин происходит, просто меняется, как будто бы пальцы не в ту сторону расти начали, как будто бы это и срочно, срочно. Вообще нужно всегда делать себе массажики, всегда, но когда вы это чувствуете, выкручивание суставов и рук, особое внимание на это обратите. Очень эффективны настойки, которые принимают курсом в 21 день. Настойки девесила 25% по 30 капель 3 раза в день. Настойка лопуха 20% по 30 капель 3 раза в день. Настойка шлемника байкальского 25% по 10 капель 3 раза в день. Настойка аира, ну ее я делаю сама, так же как и чабреца, и девесила, и лопуха. Ну вот шлемника байкальского нет, и поэтому, ну его можно купить в аптеке. Ну а у вас может быть и есть. А настойка аира обязательно 20% по 20 капель 3 раза в день. Настойка чабреца, вообще чабрец уникальная травка, 10% по 10 капель 3 раза в день. Чабрец настолько уникальная травка, что она не только при ревматоидном артерите, а при многих других заболеваниях, в том числе и связанных с легкими. Легкие, бронхи, все хорошо поддерживают организм водные всякие настои, отвары. Например, брусники, мелисы, зверобоя, толокнянки, череды моей любимой, ортосифона, репешка, донника, донника обязательно собирайте, острогала, бузины. Отдельно можно выделить пижму с настоями, которые принимают в ванну и принимают 5% настой внутрь. А пижма еще отлично выводит глисты и всякую нечисть из организма. Вообще пижма оказывает иммуномодулирующее, антибактериальное и противовоспалительное действие. Но не нужно забывать, что пижма ядовита, поэтому важно не переусердствовать в дозах. По чуть-чуть можно. Очень хорошо клюквенный морс, сок лимона. Ну, сок лимона, как обычно, с чаем, с добавлением меда. Из лекарственных трав делают сборы, которые еще более эффективны, чем травы по отдельности. Эти сборы, они должны оказывать противовоспалительное действие и можно принимать и в период стационарного лечения. При ревматоидном артрите применяется много трав. И их можно сочетать между собой в сборах. Например, лобазник. Прекрасная травка. Еще знаете, как называют? Таволка вязолистная. Это иммуномодулятор. Снижает вязкость крови. Уровень холестерина. Улучшает кровообращение. Это противовирусное и антибактериальное средство. Зверобой. Замечательная травка зверобой. Хороший антисептик. И вместе с тем успокаивающее средство снимает боли. Спорож мы с вами проходили эту травку. Чистит почки. Березы, листья. Особенно майские. Скоро, дорогие мои. Уже совсем уже март. Апрель и май. Все майские листики. Ну а в нашем регионе уже и в конце апреля апрельские листики пойдут. Вот они приводят в порядок почки. Очищают организм. Крапива двудомная. Именно майская или апрельская. Листочки молоденькие, которые только-только зашли. У нас они рано всходят. Вот это источник витаминов. Влияет на кровообращение. Снимает воспаление. Но все настои из крапивы должны применяться в день изготовления. Так как при хранении становятся ядовитыми. Это надо знать. Я особо крапиву не храню. Сразу. А вот если вы, например, крапива, мы знаем, она немножечко делает вязкость крови. Но если мы крапиву смешаем с таволгой, с лобазником, А лобазник, наоборот, снижает вязкость крови. Прекрасно. Либо тогда и уже крапива не будет действовать. Не будет делать вязкую кровь. Очень хорошо крапиву принимать с малиной. Тоже замечательно. С листьями малины. Никакой вязкости не будет тогда. И с ягодками малины. Крапиву хорошо с лимоном применять. Тоже вязкости не будет. В общем, вот так нужно делать. Вы сами уже понимаете и догадываетесь, Как можно сочетать травки, чтобы это было нормально для вашего организма. Багульник, побеги. Это сильнодействующее средство. Поэтому его в сборы добавляют очень маленькое количество. Багульник является сильным обезболивающим компонентом. Кора белой ивы. Содержит аспирин. Возьмите на заметку. Кора белой ивы. Шикарная вещь. Разжижает кровь. Даже может заменить кардиомагнил или аспиринкардио. Вот кора белой ивы. Вместе с малинкой это вообще чудо. Полынь горькая. Вот трава сама. Она чистит организм. В частности, печень восстанавливает. Травка именно. Именно травка. Нормальный обмен веществ восстанавливает. Это очень важный компонент, поскольку множество препаратов, применяемых при артрите, очень агрессивно влияют на печень. А полынь в данном случае выступает детоксикационным компонентом. То есть выводит яды. Если есть возможность, запишите, что полынь горькая. Она выводит травы. Мужчины пишите, женщины пишите. Не стесняйтесь. Девочки, мальчики, не стесняйтесь. Фитотерапия – это прекрасное хобби. Каждую травку надо знать, поэтому нужно записывать. Поэтому не думайте, что вы всё запомните. Не нужно полностью надеяться на свою память. Пройдёт время, и вы поймёте, что я была права. Никто не знает, будет YouTube кое-где или не будет, а вдруг исчезнет, а записи останутся. Помогут вам и вашим близким, родным, друзьям, да и многим. И фитотерапия – это прекрасно. Дальше. При ревматоидном артрите ещё знаете что? Эффективны плоды можжевельника. Я показывала, как я собираю можжевельник, как я делаю приправки из него. Вот в виде отвара. То есть даже если вы немножечко из этих плодов перемалываете, да, сушёных, и немножко добавляете в супы или в какую-то пищу, которую вы приготовили. Замечательно! Замечательно! Вот вам уже и отвар. Шалфей. Сажайте у себя шалфей. Сажайте его повсюду. Сейчас скажете, у нас дачи нет. Ничего, у вас есть двор, и там наверняка есть кусочек земли. Посадите туда шалфей, посадите туда зверобой, посадите туда тысячелистник. Они же растут. И такие сами по себе. Когда-никогда полейте, и всё будет нормально. Малину посадите. Травка земляники. Именно трава земляники. Ну, я имею в виду листики. Всё вот это очень хорошо при ревматоидном артрите. Лопчатка серебристая. Горлянка её называют. Есть такая травка. Вот она такая лопчатка. Не гусиная лопчатка, которую обычно мы привыкли видеть, а серебристая. У неё как бы такие серые стебельки. Видите? Сероватые. Немножко другой цветок и узковатые листики. Не похожи на обычную лопчатку. Чтобы вы не путали. Я вам для этого показываю. Вот в травке она вот так вот выглядит. Сероватый цвет по сравнению с зелёным. Видите, рядом зелёные листики есть. А вот у неё вот такие голубовато-сероватые. Немножко от простой лопчатки отличаются. Иногда встречается вот такая лопчатка. Лопчатка белая. Петипал лопчатка белая. Корень. Вот её корень тоже очень полезен для того, чтобы противостоять артриту. Запомните. Ещё, кроме лопчатки серебристой и белой, хорошо противовоспалительным действием обладает пырей ползучий. Корешки. Вот корни, как ещё называют, кошачья трава. Кошечка любит кушать, чистить себя. Собачка пыреем. Вот пырей ползучий, но нас интересуют именно молодые корни. Измельчаем их и делаем либо настойку, заливаем один к одному, либо делаем отвары. Либо просто добавляем в салат. Дальше солодка голая. Вот такие. Видели цветочки? Вот у меня на море, я вам показывала, там, где у меня дом строится, полно было. Прямо она как огромное количество этой солодки. Именно вот этой солодки, нужной солодки. Она может и вот такой цвет иметь. Вы запоминаете, это тоже солодка. Тоже солодка голая, разновидность. Вот такая вот она растёт. Вот, видите? Но знаете что? У неё нужен нам корень. Солодка голая, она действует как гормоноподобное средство. Лопух полезен при ревматоидном артрите и в виде настоя и настойки. Герань лесная, называют суставник, сабельки, не путать с сабельником, нет. Используется в настойках. Герань лесная. Вот, чтоб не путали, вот такая герань лесная, фиолетовые вот такие цветочки. Вот это герань лесная. Вот такая она используется в настойках. А вот сабельник, он является мощным противовоспалительным средством и широко используется для изготовления БАДов и мазей при артрите. Вот, сабельник имеет вот такие цветочки. Если вы видели, такие, знаете, интересные. Вот такие вот цветочки. У нас не растёт, поэтому мне приходится сабельник в аптеке покупать. Для моих собственных мазей и БАДов. Потому что всё-таки я не сильно верю тому, что пишут, когда покупаешь какую-то мазь и там написано, там сабельник. На самом деле там большой-большой вопрос, есть там сабельник или нет. Кроме всего прочего, очень полезны растения, содержащие витамины. Как я уже говорила, шиповник, рябина обыкновенная, гречиха посевна, земляника лесная, клевер ползучий. Но это я вам не показываю, вы и так знаете. Вот эти растения, их очень хорошо добавлять в сборы при ревматоидном артрите. Вы сами можете делать сборы, всего понемножку, по чуть-чуть. И можно использовать хвою сосны и вереск. Немного о вереске, он успокаивает нервную систему. Он снимает воспаление, он лечит почки, снимает боли. Ещё хорошо использование конского каштана в виде настойки для растираний. Давно применяется при ревматоидном артрите. Вообще нужно сказать, что китайская медицина, в отличие от европейской, считает ревматоидный артрит заболеванием излечимым. Для этого применяется экстракт горных муравьёв, который призван регулировать иммунную систему при аутоиммунных нарушениях. И грипп под названием кардицепс. Но это китайцы. И они делают постоянно-постоянно массажи. Постоянно. И я тоже посоветую. Вот смотрите, сколько я вам дала интересных названий именно вот в этом направлении, в направлении очищения почек. Вы лишь запишите и делайте себе понемножечку вот такие чаи. Откажитесь от китайских чаёв, пуговок, которые обработаны нехорошими веществами и кроме загрязнения ваших почек и печени и крови ничего больше не принесут. Создавайте себе уникальные чаи. ваши собственные с тем, со своими вот проблемами. У кого-то почки, у кого-то желчный, у кого-то желудок. Как вы можете покупать китайский чай и просто вот его пить? Я уже на это так смотрю. Знаете, у каждого есть свои какие-то особенности в организме. И в соответствии с этими особенностями нужно подбирать, делать композицию своих собственных видов чая. Травинку за травинкой, травинку за травинкой. Сушим фрукты. И прекрасно сушке поддаются все. Вся любая цедра, лимона, мандарина, апельсина. Любая цедра. Вы знаете, что такое ревматоидный артрит? Это заболевание чаще всего хроническое. Бывает инфекционно-воспалительное происхождение, при котором поражаются и периферические мелкие суставы, и такие крупные суставы, как даже позвоночник. Кроме того, разрушительные процессы настолько сильны, что суставы могут перестать выполнять свою функцию до полной неподвижности. И кроме прочего, ревматоидный артрит можно рассматривать как заболевание аутоиммунное, то есть защитная система организма воспринимает свои клетки как инородные. Она реагирует на собственные клетки, как на вирусы и бактерии, и направляя свою агрессию на свой собственный организм. Вот так это происходит. Многие ищут способы борьбы, а ведь приводим мы себя сами в такое положение. Вот смотрите, ревматоидным артритом нельзя заразиться. А что может спровоцировать появление ревматоидного артрита? Травмы, различные инфекционные заболевания. Вот ангина та же самая, ОРЗ, вирусные заболевания, например, герпес, краснуха, гепатит, и снижение иммунитета. На одних кашках сыт не будешь, никуда не уедешь. Вот почему в Европе, в Швейцарии, в Норвегии, в Швеции, в Нидерландах, Великой Британии так любят зелёные салаты, зелень и фрукты, овощи в больших количествах, потому что они не хотят болеть ревматоидным артритом. Они не хотят, чтобы их иммунитет снижался, потому что именно вот снижение иммунитета способствует острые и накопительные стрессы, депрессии, и всё это действует. Симптомы? Да симптомы такие, начинаются по-разному. Может начаться остро и подостро. Вдруг припух один или два сустава. А бывает боль в суставах, особенно при ходьбе, может возникнуть с утра и особенно к вечеру. Часто суставы воспаляются симметрично. Бывает, что боль появляется то в одном, то в другом суставе. Тогда, как в первом прекратилось, мышечные боли. При ревматоидном артрите мышечные боли, как бы мышцы ноют, ноют, ноют. Больной часто пытается растирать разогревающими мазями, но эффекта от этого мало. Нужно очень хорошо массировать и почти каждый день. В скрытом периоде ревматоидного артрита появляется сильная усталость, слабость, недомогание. Но складывать ручки нельзя, а наоборот. Тут как бы человек с трудом может сжать руку в кулак, а вы наоборот должны сопротивляться и делать постоянно, каждодневные зарядки, не останавливаясь. Не давать этой сильной усталости, слабости, недомоганию себя уложить. Ни в коем случае. Может быть, лихорадка, потливость. Это тоже об этом говорит. Вдруг скачки температуры тела. Кто-то это связывает с чем-то другим, а это нет, дорогие мои. Ревматоидный артрит. А поздние, это начальная стадия, всё. А поздние стадии, там уже неподвижность суставов. Например, кисть уже двигаться не может. Знаете, такие руки. Вот такие вот пальчики. Вот так вот, видите, суставы воспаляются. А потом они будут неподвижны, поэтому обязательно нужно думать то, что вы кушаете. Я же говорю, немедленно от жирного, от жареного, от соли отказываться. От картофеля. Вот он картофель, вот он как действует. Там всякие разные синдромы, поражения. В общем, проявления по-разному. Ломкость ногтей, сухость кожи. Ревматоидные бывают узелочки, маленькие подкожные, как бы горошинки, которые не прикреплены к суставам. В мышцах появляется чрезмерное напряжение. Если поражается какой-то сустав, то обязательно и в мышцах рядом с ним идёт патологический процесс. Поражение желудочно-кишечного тракта при ревматоидном артрите не имеет специфических появлений, но постоянное употребление больным аналгетиков разрушительно действует на органы пищеварения и печень, чтобы вы знали. Очень часто ревматоидный артрит даёт осложнение на сердце. Это эндокардиты, миокардиты, перикардиты. В общем, ревматоидные узелки могут быть прикреплены даже к клапанам сердца и вызывают пороки, нарушение кровообращения и сердечную недостаточность. Может быть поражена даже дыхательная система, плеврит, поражение лёгочной ткани в виде пневмонии. Думаю, да, пневмония, наверное, простыл или ещё что. А нет, ревматоидный артрит, вот он так действует. Бывает, что он вызывает анемию, снижение гемоглобина в крови, которая приводит к тахикардии. И тоже утомляемость, усталость, бледность. Но всё опять-таки, я говорю, что это всё всё равно от лени. Лень. Конечно, легче почистить картошку, кинуть её на сковородку, на масло и всё. Это ж легче всего. А тут нужно думать, тут нужно ходить, подбирать себе, находить зелёные салаты или выращивать их. Здесь уже, видите, как. Но вот вы говорите, что чечевицу нельзя брать. Говорит, я не понимаю, почему. Там так много железа, там так много всего того, что нам нужно. Вот это я не понимаю. Чем страшен вообще ревматоидный артрит? Вторичным амилоидозом. Что такое амилоид? Д. Амилоид – это патологически изменённый белок. Вот когда амилоид откладывается в различных органах, вот он их разрушает. Самым грозным осложнением является амилоидоз почек. Чаще всего это приводит к почечной недостаточности. Вот от этого нужно исходить, что кушать, а что нет.